друзья продолжаем наши маленькие прогулочки по городу севилья по прекраснейшему городу красивому интересному историческому оригинальному вот сейчас находимся в центре вот в этом сооружении типа типа выставки в днх то есть раньше было четыре региона насколько я понял в испании каждый регион предлагал свои товары свои в общем достопримечательности вот поэтому он делился вот так на четыре части но потом увидите там каждая такая сейчас я приближу вот и вот кусочки есть то есть каждый кусочек это каждому региону относится и встала уже намного больше а вот оригинальная площадь построена в начале двадцатого века если не ошибаюсь до фонтане радуга кстати классно на 1 не двойная двойная радуга одна радуга у меня новая точнее уже старая фишка собираю радуги но радуги собираю только двойные в данный момент здесь радуга только одна двойной нет несмотря на это место остается очень красивым интересным а а вообще странно что это не было изначально каким-то королевским дворцом обычно вот такие все здания как он же сказал изначально что это было для этого для показов разных для выставки же правильно то есть не для короля было потом уже там армия стояла генералы жили то есть другие исторические моменты происходили а вон тот кто такой интерес это наверно ее строитель может быть скорее архитектор на строитель точно не король как я понял умер не до строю до конца поэтому люди не знали как должна была закончится вот эта вся композиция то есть были предположения что она вообще по кругу вот так вот идет были еще разные предположения не знаю почему такие были возможно то ли чертежи эти не сохранились то ли просто не было примерно в таком роде здесь происходили события так пойдем в эту сторону да пойдем сегодня жаркий у нас денек не слабенький но чуть попозже будет уже немножко прохладно поэтому есть здесь принципе если здесь живешь вообще здесь такая температура которую мне раньше по крайней мере нравилось да и сейчас нравилось больше всего плане того что что-то это очень милюсенький это когда ты можешь куртофанчик легкий надеть такое прогуливаться да да майк да 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 может есть две погоды одна это когда ты можешь купаться в море другая с одной стороны когда от купаться море может это очень хорошая погода с другой стороны если ты живешь городе ты же не муж каждый море купаться то есть это уже жарко как они очень прикольно а вот когда такая погодка когда тепло и не холодно куртофанчик накинул самая идеальная погода вот такая вот в принципе идеальная погода здесь португалии здесь в испании сейчас где мы находимся в севилье идеальная погода здесь стоит рыбок нету рыбок нету вода чистая вода чистая там лодочки плавают я уже начинаю замечать что в голове так как огромное количество разных архитектурных этих зданий видишь вот эти вот оригинальных решений скажем так дизайнерских вот то хочешь не хочешь в голове такое огромное количество складываешься и даже примерно если ты представляешься выпускать хочешь себе дом построить да свой там раньше если у тебя было какое-то представление вот я хочу вот такой вот вот такой вот он или вот такой вот он то теперь чем больше это видишь тем больше начинаешь думать вообще как это дом может выглядеть как и вообще строить в каком стиле или в каком решении есть такая тема вот представь ты хочешь дом построить допустим вот свой дом я не знаю где ну да не золотыми куполами но все равно то есть вроде бы все ясно понятно же правильно почему в каждом в каждом регионе в каждой стране свой стиль архитектурный допустим у нас эти башни строили они четкие вообще просто сумасшедшие красивые обалденные но они очень простые без без всяких наворотов без всяких вот эти вот вот эти вот оля вот эти вот да 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 чисто красиво лаконично потерялся бьет и гордо понимаешь и все а в других странах по-другому где-то наворачивать вот допустим арабские вот эти мотивы еще там все закругленный перекруглённо там наш или там классицизм какой-нибудь итальянский или барокко то есть очень много разных направлений а с другой стороны этот минимализм который даже те же башни наши они мне очень даже прикалывает есть японский тоже минимализм да как бы скучновато серовато но но есть угрюмой не ну надо же внутри делать все красиво что было сверху сверху такая четкая башня не привлекательно что фор не полез внутри чтобы все было прекрасно а с другой стороны на самом него что и через на дереве пойдем посмотрим ага на айда и галина не знаю как она выросла как она отросла это как будто в сельвадор дали его посадил реализм какой-то здесь произошел урались на все урали зима пойдем он такой шишек это корни пошли наверх по дереву ну да но она вообще очень странно или кого-то стекает просто лишь эти как будто бы стекают интересно дерево интересно сколько ему лет вообще как она называется друзья если вы знаете как называется это дерево добро пожаловать на блок обзор тиви там можете если вам это не будет сложно в разделе в разделе не спания город севилья я буду его даст все вышли если дойду до этого места я буду размещать это все видео туда размещаю поэтому если вдруг у вас получится можете там написать как это дерево называется потому что я лично впервые в жизни такое дерево вижу очень интересно очень оригинальное своеобразное может каких-то странах это абсолютно не кстати у него дети листики как будто бы грецкий орех примерно таком стиле в каких-то странах возможно что это дерево абсолютно не оригинальное и растет в большом количестве да да вот здесь эту сторону видишь полностью отрезали да 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 и так друзья осталось на камере три минуты теперь у меня наконец показывает камера сколько у меня осталось времени а то новая камера недавно купленная в общем пока выключаюсь смотрите анзор тв находимся в городе севиль и двигаемся в голливуд солнечную калифорнию